Добрый вечер! Меня зовут Ксения Кокорина. Добро пожаловать на заключительную лекцию курса «От модерна до модернизма», посвященную архитектуре отекли. Сегодня мы ее проводим под чудесный компонент, который, я думаю, нам не помешает. Спасибо всем большое, что вы пришли на лекцию. И еще хочу сказать в самом начале, что сейчас в Музее архитектуры проходит выставка, посвященная архитектуре модернизма, точнее, архитектуре, скажем так, раннего модернизма, называется «Пионеры советского модернизма». Выставка будет идти еще месяц, до 15 сентября, и я приглашаю вас всех посетить Музей архитектуры «Оттекарский приказ». Да, и поэтому лекция в том числе будет затрагивать... Я буду рассказывать о некоторых объектах, которые... Проекты которых и фотографии можно увидеть как раз на этой выставке. Так что обязательно приходите. Ну и я назвала лекцию «Архитектура оттепели», потому что я хочу рассказать как раз о раннем этапе так называемого советского модернизма. То есть эта архитектура получила свое вот такое название совсем недавно, относительно недавно, примерно лет 10 назад, и это архитектура, которая появилась после Сталина в середине 50-х годов. Ну и немножко вообще о ситуации, что же случилось такое в середине 50-х годов, почему период называется «Отепель». В 1953 году умер Иосиф Виссарионович Сталин, и, конечно, это послужило таким катализатором улучшения политической ситуации в стране. Были закрыты, прекращены различные политические дела, дело врачей, ленинградское дело. Ну и вообще ситуация в стране, упрощенно говоря, она стала гораздо улучшаться, то есть снизился вот этот амитарный накал. Что же происходило в среде искусства в области архитектуры и строительства? В 1954 году прошло совещание строителей, очень важный этап для развития архитектуры и строительства. Затем за ним последовал декрет об излишествах, это краткое такое название, и, как итог, Второе Всесоюзное съезд архитекторов. Все эти события, они совпали с завершением послевоенного восстановления советских городов, проведенного под руководством лучших архитекторов страны, и последующим пересмыслением результатов этого послевоенного восстановления. Те архитекторы, которые работали в середине 50-х годов, вспоминают, как некий гром среди ясного неба, выступление Никиты Хрущева, который высказал недовольство их творчеством. Как раз это произошло в 1954 году. И затем такое тоже достаточно для кого-то неожиданно, для кого-то вполне такое закономерное развитие событий, постановление ЦК ГПСС об устранении излишеств, проектирования и строительстве. И тогда в приказном порядке завершилась так называемая эпоха мастеров. Хотя определенное давление на изменение некой направленности архитектуры оказало и само вот это профессиональное сообщество архитекторов. Резко осуждение традиционалистской архитектуры, злополучных вот этих излишеств, повлекло за собой полную реорганизацию бытовавших основ проектирования, ну и вообще изменение всего строительного дела в стране. В итоге строительство перешло на использование унифицированных стандартных элементов. Новая власть, она подвергает критике показную архитектуру и практику украшательства. Были лишены сталинских премий архитекторы Поляков и Борецкий. Они были лишены за, в частности, за вот эту гостиницу Ленинградская, которая выставлялась как символ вот этого безвкусия, символ расточительства, символ украшательства. И Поляков, архитектор Поляков, который руководил проектированием, он вынужден был оправдываться перед своими коллегами. И я зачитаю отрывок из его вот этой речи на втором свете «Архитекторов». Он говорил, было бы неискрено с моей стороны, если бы я скрыл от вас то глубокое горе, которое мной овладевает, когда я вижу, что мои значительные произведения приняты и поняты не так, как я ошибочно рассчитывал. Многие выражают опасения. Не скатятся ли архитекторы к примитиву, к упрощенчеству? Не скажут ли, что век архитектуры, как великого искусства, кончен? Нет, советским архитекторам надо найти забытые нами в ослеплении последних лет пути и способы создания подлинных произведений искусства, удовлетворяющих всем поставленным перед нами условиям. Мы запутались в одностороннем украшательском понимании архитектуры. Я заверяю вас, что приложу все свои усилия для того, чтобы создать новые произведения, которые будут удовлетворять мою художественную совесть и в то же время ответят всем условиям современного строительства, будут поняты и приняты советским народом. Я не такой упрямец, я все понял и искренне принял. То есть здесь такая достаточно двойственная ситуация, которая многими современниками понималась правильно. То есть вину за всю эту украшательскую, слишком дорогую архитектуру, которую мне нужно в советском государстве, вина за все это возлагалась на конкретных архитекторах, которые проектировали. Но они, конечно же, следовали курсу страны. И многие современники ощущали вот это лицемерие советской власти. Ну и задачей первостепенного социального значения, поставленной перед архитекторами и строителями, стало разрешение жилищной проблемы. И все жилищное строительство, начиная со второй половины 1956 года, должно было вестись исключительно по типовым проектам. И вот главная задача проектных организаций-архитекторов, это разработка экономичных типовых проектов и типовых конструкций. Вот здесь представлены такое три этапа развития жилой архитектуры. Вверху это так называемые сталинки, ну и конкретно это знаменитый дом Жалтовского на Калужской, на Ленинском проспекте. Затем, ну и следующий этап, это такие прото-хрущевки, то есть уже более упрощенное жилье, более дешевое, но все еще достаточно неэкономичное. Ну и последний этап, это уже жилье, жилье уже новое, то есть то, которое стало появляться в середине 50-х годов. И что говорили на этом втором слизи архитекторов? Создаваемые в нашей стране здания и сооружения должны иметь красивый и привлекательный вид. Задача архитекторов создавать красивые здания и сооружения, отличающиеся хорошими пропорциями, удобствами планировки, экономичности их строительства и эксплуатации. То есть здесь очень важный момент. Многие понимают, ну и в принципе верно понимают, то, что вот архитектура отцепеля и вообще архитектура модернизма, архитектура такая серая, безликая, типовая, все вот эти бетонные панельные хрущевки, серые здания, лишенные декора. То есть это действительно, это так и есть. Но вот на этом втором слизи архитектора все равно отмечался момент, что архитекторы должны проектировать красивое здание. То есть красота, она не отрицалась. Но, конечно же, красота это субъективное понятие. И красота отражает принципы общества, вообще какие-то процессы, которые формируют вот это общество, отцепельное общество. И вот здесь тоже интересно понять, что же значит красота для 60-х годов. И еще говорили, что советские архитекторы должны в своей деятельности исходить из требований социалистического реализма. И что значил соцреализм для советского государства? Социализм не совместим с формалистическими приемами, слепым копированием образцов архитектуры прошлого, а также с пренебрежительным отношением к архитектурному наследию. Простота, строгость форм, привлекательный внешний вид, экономичность решений, забота о бытовых удобствах. Таковы ведущие определяющие черты советской архитектуры. То есть здесь тоже очень важный момент. С одной стороны, кажется, что все ведет к тому, что наша архитектура должна вернуться к той архитектуре, которая главенствовала в 20-30-е годы. То есть это архитектура авангарда. Но нужно заметить, что говорится, что нельзя копировать образцы прошлого, но нельзя и отрицать вот это наследие. А архитектура авангарда как раз все-таки стремилась к тому, чтобы не замечать вот это архитектурное наследие. Поэтому к авангарду вернуться все-таки не удалось. И еще порицалось в архитектуре рутина, костность, формализм, эстетство и дали цитаты и другие извращения. То есть, конечно, имеется в виду в первую очередь декоративные излишества, декоративные вот эти извращения. То есть это сам декор, портики, колонны, какие-то ненужные формы, башенки, надстройки. То есть все это отрицалось, так как считала, что все вот эти жилые дома с богатым декором, лепниной, которые строятся в больших количествах, они очень дорогие и все-таки не для каждого советского человека. И вот эта проблема с нехваткой жилья, ее не решить с помощью вот этой неоклассической архитектуры. Ну и архитекторам поставили такие три важнейшие задачи, которым они должны следовать. В первую очередь архитектор должен обладать строительными, техническими знаниями, знать свойства и особенности материалов, конструкций и так далее. Архитектор обязан самым тесным образом творчески сотрудничать с конструктором, инженерам-строителям и техникам. Ну и архитектор должен быть тесно связан со всей строительной промышленностью, не только как потребители. Архитекторы должны непосредственно работать в строительной промышленности. То есть здесь архитектура не сводится до подчинения строительной области, и архитекторы уже в подчинении у конструкторов, у инженеров. И, конечно, это, наверное, нанесло такой самый больший удар по архитекторам, так как начиная вот как раз в середине 50-х годов, очень часто архитекторы, ну, грубо выражаясь, не могли выразить свой талант, потому что все вот эти какие-то интересные, сложные находки, они должны были согласовывать с инженерами, со строителями, и если что-то было сложно в техническом выполнении, это уже не из проекта исключалось. И для самих архитекторов это было, наверное, самое, ну, выражаясь простым языком, самое обидное. И вот этот перелом развития архитектуры и градостроительства, произведенный сверху, все-таки был мягчим, предшествующим моему перебороты середины 30-х годов. Когда авангард объявлен вне закона, благодаря расширению возможностей обусловленному политической и монополитической оттепелью, и градостроительному опыту эпохи восстановления городов добавляются и возможности международного отношения. И такие очень знаковые события, это прошедшие в 1957 году Всемирный фестиваль молодежи и студентов, лозунг был «За мир и дружбу». Фестиваль проходил две недели и стал во всех смыслах значимым и взрывным событием для советской молодежи и самым массовым за всю историю этих фестивалей. И современникам он запомнился атмосферой свободы и открытости. Приехавшие иностранцы свободно общались с москвичами, это не преследовалось. Для свободного посещения были также открыты Московский Кремль и парк Горького. И вот это как раз реклама, даже не реклама, а зарисовка фестиваля из журнала «Техника молодежи» с шести континентов на фестиваль. Шестой континент, имеется в виду Антарктида, там была советская экспедиция, и вот советская молодежь Антарктиды также приехала на этот фестиваль. Но и другое важное событие, 58-й год, в Ленинграде проходит международная конференция студентов-архитекторов. На нее приезжают молодые специалисты из Англии, Дании, США и других стран. И накоплены вот эти инженерно-технические, архитектурные знания и интересные заимствования, которые брали советские архитекторы, дополняются появлением новых технологий, позволяющих значительно удешевить и убыстрить сам процесс строительства. И благодаря некоторым из вот этих технологий, процесс строительства фактически сводится к сборке готовых блоков, изготовленных на заводе, что им, в принципе, часто использовалось в новой жилищной политике. Ну и затем Пятый Конгресс Международного союза архитекторов в Москве, это единственный, который проходил в Советском Союзе. Ну и в Советском Союзе начинается издаваться французский журнал «Современная архитектура», который также позволял ознакомиться с международной практикой в области архитектуры. И наши советские архитекторы совершили рабочую поездку в зарубежные страны, в Европу, что также позволило им ознакомиться с тем, какая же все-таки архитектура сейчас в Западном мире. Ну и вот победив своих политических соперников, Никита Хрущев выбирает новый вектор своего правления и стремится максимально продемонстрировать разрыв со сталинской идеологией и с ее непременными атрибутами, каковым, конечно, в первую очередь относились вот эти монументальные здания с пышным декором. И, как я уже говорила, наиболее бы естественным был возврат к традициям советского авангарда, который был растоптан вот этой борьбой с формализмом. Но этот авангард, он был настолько чужд Хрущеву, что он сделал ставку на утилитаризм, то есть минимальное присутствие архитектуры как искусства в жилищном строительстве. Ну и вот отсюда прямая зависимость архитектора от инженерных возможностей и от финансовой составляющей. А внешний облик зданий был призван продемонстрировать политику экономики. И, конечно, в таких условиях не было очень много средств, возможностей для отложительского самовыражения. Фасады зданий перестали скрашаться какими-то элементами декора, но зато появляются уже новые допустимые типы декора. Это, конечно же, монументально-декоративное искусство, такое, как мозаики, какие-то росписи фасадов. И основные темы оттепили – это мир, труд, спорт, природа и, конечно же, космос. Ну и поговорим немножечко про жилье, про жилую архитектуру. Первым опытно-показательным микрорайоном стал девятый квартал новых черомушек, который строился, начал строиться в 1956 году. В этом квартале были опробованы новая планировка микрорайона, новый тип жилых домов, планировка квартир и отделка. Всего было построено 13 четыреэтажных домов и три восьмиэтажных дома на основе различных конструкций кирпичных, блочных и панельных. Изначально, да, строили не пятиэтажные, а четырехэтажные дома, но потом все-таки было решено, что пятиэтажные, а не более экономичные у строительства. Ну и вот и некоторые из домов, построенных в новых черомушках, легли в основу типовых серий, которые возводились потом на протяжении всей Хрущевской оттепели. Наиболее заметный вклад в разработку квартала внес руководитель самого проекта, архитектор Натан Остерман и руководитель архитектурно-планировочного управления города Москвы, инженер-строитель Виталий Лугутенко, который впервые реализовал в этом районе, получивший затем наибольшее широкое распространение, дом серии К-7. Девятый квартал новых черомушек, он вобрал в себя те идеи комплексной застройки, которые были в общих чертах сформулированы еще советскими урбанистами как раз в 20-е годы. Удобное расположение жилых домов, защищенных от шума автомобильных магистралей, защищенных с помощью газонов и деревьев. Организация бытового обслуживания. Внутри микрорайона находились ясли, школы, магазины, прачечные и даже вот такие бассейны-купальни. Все эти удобства были сгруппированы в центре квартала. Большое внимание было уделено разнообразию и композиции зеленых зон. Балконы и окна были снабжены конструкциями для посадки растений, то есть укрепления для горшков, различные решетки, трильяжи. И в квартале было представлено большое разнообразие планировок квартир, но все эти квартиры отличались малометражностью и уже готовой схемой расстановки компактной мебели, тщательно разработанной проектировщиками. Не знаю, видно ли издалека. В принципе, да, видно. Вот здесь схема заселения квартир с ними различного состава. То есть квартира выделялась в зависимости от состава семьи, но достаточно очень маленькие квартиры, то есть на одного человека примерно 9 квадратных метров. И, конечно, никогда не выделялось больше комнат, чем человек в семье. То есть квартиры были очень-очень маленькие, чтобы человеку было минимум места, то есть не просторно, но еще и не совсем тесно. Ну и предусматривались... Была различная тоже компактная мебель, иногда складная, то есть многофункциональная кровать и диваны, раздвижные столы, компактная кухня. То есть, в принципе, то, что живет до сих пор, и я думаю, каждый видел такую мебель. Ну и жильцы могли заказать такие предметы интерьера по каталогу. То есть жильцы приезжали... Большая часть советских граждан жила либо в коммунальных квартирах, либо в каких-то деревянных бараках или подвалах. То есть условия были совершенно неприемлемы. И, конечно, повлияла очень сильно война. Например, те, кто жили в Ленинграде, особенно в деревянных домах. Например, деревянный дом разобран на отопление, на дрова возвращаются солдаты, а ему жить негде. Вот он пишет письмо, это из реального письма архитекторам, что вот я 10 лет стою в очередную квартиру. Сначала был 600-м, прошло 10 лет, теперь я 300-й. И что ожидать еще 10 лет? Вот они все это время, он с матерью живет в каком-то совершенно жутком подвале. Ну и мебель тоже проектировалась очень компактно, чтобы вот эти люди, они не тащили за собой какую-то свою старую отжившую мебель, либо мебели у них не было вовсе. И вот после заселения этих первых кварталов, ну вот так вот он выглядел. После заселения кварталов архитектурное общество ожидало многоступенчатой критики, вот этого первого опыта реализации типового жилья. Там было за что критиковать, это, как я уже говорила, минимальный метраж, слабая звука и теплоизоляция, эстетическое однообразие домов. Однако реакция, она оказалась прямо противоположной. Посемейное заселение квартиры было воспринято привыкших к этим коммуналкам, к баракам жильцами, как настоящий некий социалистический рай, а проект признан успешным. И по воспоминаниям ученого Хан Магомедова, глаза жильцов святили счастьем, они взахлеб раз объясняли нам, какая это колоссальная разница, комната в коммуналке и отдельно квартира, пусть крохотная. Но и многие из опробованных в 9 квартале новых черомжек жилые дома были запущены в середине производства и получили большое распространение по всему СССР. Ну вот и это уже живопись Юрия Пименова, тоже начало 60-х годов, которая отражает вот это настроение той эпохи. Здесь слева мы видим стройку вот этих каких-то новых кварталов, районов, завтрашнего города. И справа свадьба, по-моему, называется «Свадьба на завтрашней улице», как-то так. То есть молодая пара идет по еще мазкам, среди стройки. И похожий сюжет отражен в фильме 63-го года, фильм называется «Черемушки». И он рассказывает как раз о молодой семье, которая переезжает в свое отдельное жилье. И там очень хорошо показано, как эта семья радуется тому, что кухня наша, прихожая наша, все наше. То есть отдельная квартира каждой семье все-таки имела, эта программа имела большой успех. И немножко я хочу зачитать отрывочек письма. Писали письма, простые граждане писали письма в адрес второго съезда архитекторов. Очень много было прислано писем. И во многих люди радовались тому, что наконец-то у них есть свои квартиры. Где-то критиковали за то, что, например, то, о чем говорила, очень мало места, очень плохая слышимость, и вообще все однообразно, убогое. Кто-то говорил, что давайте-ка строить побыстрее и побольше. А кто-то, например, кто-то говорил, что нужны выше потолки, ваши низкие потолки гнетают человека. И подписал длинное письмо, и подписались такой подписи люди, живущие в доме с низкими потолками и среди диких звуков со всех сторон. И инженер, женщина-инженер пишет такое письмо. В общем, в этом письме она достаточно длинная, не буду читать его все. Это две женщины из одной семьи. И они пишут, что они обращаются от имени многих сотен тысяч женщин, которые хотят жить полноценной общественно-политической и культурной жизнью. И архитекторы обязаны строить новые дома так, чтобы в каждом большом доме или на 3-4 средних дома присутствовало кафе, кафе-столовое, какой-то кафетерий, комбинат питания, где можно было бы дешево и вкусно поесть, потому что большинство мужчин хотят домашний обед, но эти женщины не работают наравне с мужчинами, и они не могут после работы еще уделять время готовки. И тут есть замечательная, конечно, фраза. Вот это инженер пишет. Что же вы хотите? При коммунизме обречь нас, женщины, ежедневное домашнее приготовление завтраков, обедов и ужинов? Он пишет с большим возмущением. То есть вот были и такие претензии, что нужно больше комбинатов питания. Но в целом для людей это действительно стало таким планом. Ну и вот этот юго-западный район, где появился вот этот экспериментальный квартал Новой Черемушки, он очень активно развивался в 60-е годы, и как раз в рамках развития юго-западного района был построен еще один знаковый объект. Объект уникальный, это Лужнецкий метромост. Мост был построен на Новой магистрали, соединяющей Центр и Садовое кольцо с юго-западным районом. Мост это двухъярусный, длина основного пролета на трекой 108 метров, а длина общего длина моста более двух километров. Ну и нижний ярус был отдан метро, застекленный ярус, это стебель метрополитена, верхний ярус это автомобильная трасса. Ну и по бокам еще на пешеходный мост. Ну, я думаю, все были на этом мосту, поэтому представляю, как он устроен. И это было в своем роде такое уникальное сооружение, потому что вот то метро, которое строилось до 50-х годов, это сталинское метро, оно, в принципе, как и вся архитектура была вот эта помпезная, очень богатый метро-музей и все вот эти совершенно чудесные станции, а вот Воробьевы горы, тогда Ленинские горы были непохожи. А там вот эту роль вот таких красот, красот нашего метро играла природа, потому что станция абсолютно безликая, серая, а вид создают именно вид Воробьевы горы и лужников и главного здания МГУ. Ну и рядом располагалась такая скалатерная галерея, которая поднимала людей наверх. К сожалению, галерея, да, была полностью стеклянная. Стеклянная архитектура такой, как бы подобрать правильное слово, очень характерная стеклянная архитектура для оттепеля, вот эта эпоха открытости, эпоха легкости, это все нашло выражение в именно большом использовании стекла. к сожалению, эскалаторная галерея, она не сохранилась, полностью, по-моему, уже разрушенная, но собираются вроде как восстанавливать. Может быть, мы и увидим, как она выглядела тогда. Типовое проектирование, в принципе, это архитектура модернизма, это советского, это типовое строительство, типовое проектирование, но не только жилье было типовым, но и культурно-бытовые здания, общественные, то есть это школы, больницы, детские сады, рынки, вокзалы, какие-то овощи базы, это все было типовым. И в том числе типовыми были и кинотеатры. И вот я хочу немного рассказать про кинотеатры. Вообще, вот этот духовный подъем, охвативший общество в эпоху оттепеля, он коснулся и кино. И уже в конце 50-х годов начинает появляться фильм, который отличается от сталинского кинематографа, отличается обращением к человеку как отдельной личности, а не как к части коллектива. И вера в безграничные возможности технического прогресса, мечте о космосе, о покорении атома, вот это вот все то, что волновало советского человека, нашло свое отражение и в кино. Шестая пятилетка предполагала, что до 60-го года будут построены, кинотеатры будут построены примерно на 500 тысяч мест, и это в 4 раза больше, чем с 51-го по 55-й год. Ну и, конечно, необходимо было решить не только вопрос архитектурного облика кинотеатров, но и проблему их равномерного размещения в городах, оптимальную вместимость и определяемую характерными особенностями и плотностями населения того или иного района вид. Но изменения, произошедшие в облике кинотеатра в 50-е годы, они следовали, конечно, за техническим прогрессом в области кинематографа. То есть появляются широкие экраны со стереофоническим звуком, которые создавали своеобразный эффект присутствия. И для всего это строила своя особая архитектура. То есть это еще одно очень важное отличие от архитектуры сталинской. Здесь все-таки начинает здание, облик здания разделяться по функциям. То есть кинотеатр не мог быть таким, каким он был при Сталине. То есть там строились кинотеатры, они либо встраивались в жилые дома в первые этажи, либо строились здания, которые по своему облику ничем не отличались от других типов построек. Здесь же уже так было нельзя. Ну и в 56-м году прошел конкурс на типовой проект кинотеатров на разное количество мест. И вот здесь проект, который занял первую премию архитекторы Зоя Брод и Александр Кряков. Такой условный кинотеатр столицы, который должен был стать типовым. Ну и здесь мы, в принципе, видим такую типичную архитектуру отипель. Это коробка, лишенная какого-то декора, очень простая по своему объему, вынесенный за пределы объема вестибюль и достаточно большое пространство для различных афиш и рекламы. Ну вот еще вариант того же типового проекта. Насколько я знаю, по этому проекту кинотеатры все-таки не строились, то есть проект немножко менялся. И вторая премия, уже другие архитекторы, и здесь уже немножко другой кинотеатр, но тоже важны признаки вот этой архитектуры отипели. Достаточно простой облик зданий, вот эта волна, которая очень часто встречается в модернистской архитектуре и очень популярный элемент, и такой вынесенный за объем зданий вестибюль на небольших колоннах. Это все были кинотеатры на 400-800 мест, то есть достаточно такие компактные, но чуть позднее прошел конкурс на кинотеатр на 4000 мест, и там есть, конечно, совершенно удивительные проекты. Этот конкурс был на кинотеатры универсальной проекции, в котором можно демонстрировать фильмы как на обычном, так и на широком и панорамном экранах. Подобных кинотеатров не было нигде в мире, поэтому советским архитекторам предлагалось, предстояло важнейшая задача первыми создать не имеющие аналогии как в техническом, так и в архитектурном плане сооружения. Очевидно, что к проектированию подобного рода зданий нельзя подходить обыденно, и проект архитекторов Леонида Павлова, Лидии Гончар и инженер Юлия Раскевича показывают как раз необходимую смелость архитектурных решений и новаторство инженерного подхода. Самым ярким акцентом этого кинотеатра является летящая кровля. И вот этот образ, который в принципе станет одним из символов архитектуры оттепеля. И истоки этого образа нужно искать в архитектуре конечно авангарда. То есть в различных зданиях вот эта летящая кровля она где-то не так сильно, но по-разному в различных вариациях будет представлена. и это как не только какое-то удачное архитектурное решение, а это образ вот именно какого-то трамплина, какого-то взлета душевного, духовного и архитектурного подъема, который очень хорошо выражает вот это самое начало конец 50-х, начало 60-х годов, когда у людей была надежда вот в это светлое коммунистическое будущее. Ну вот и да, истоки в архитектуре авангарда и конкретно в ДК имени Русакова архитектора Константина Мельникова, то есть там также там, конечно, не кровля, вот эти отдельные консоли вынесены за пределы главного объема, и вот в этих консолях, как и у Мельникова, так и в проекте Павлова должен был располагаться зрительный зал. Ну и конструкция такого прикрытия представляет собой продольно подвешенные ванты, которые усилены для жесткости фермами. И козырек, нарисающий на входом, используется в качестве жесткой плиты, противовесом облегчающей натяжение вантов. И вот в проекте Павла как раз вот этот инженерный замысел органично дополняет архитектурный облик здания, что, конечно, является несомненным достоинством. И как раз перекрытие с использованием манты считалось в то время прогрессивным способом, который следует использовать советским архитекторам. И как раз за эту прогрессивность, в том числе за эту прогрессивность, этот проект и получил свою высокую оценку. Ну и другой вариант вот этого кинотеатра на 4 тысячи мест с универсальной проекцией, который не занял никакую премию. Вот этот проект, который также несет похожие образы стеклянных фасад, вынесенные вперед кровля, но сам проект тоже попроще и конструкция перекрытия не такая прогрессивная, но в принципе я его просто показываю потому, что на мой взгляд не только проект Павлова послужил своеобразным вдохновением для будущих архитекторов, но в том числе и этот проект. То есть они все стали своеобразным источником вдохновения для многих общественных зданий 60-х годов. Ну и это особенно ярко видно на примере кинотеатра России, построенного на Пушкинской площади, который в принципе сейчас мы тоже можем наблюдать и в первоначальном варианте проект в первоначальном проекте кинотеатр подстоял собой близкий квадрату в плане основной объем здания со стекленным с трех сторон фойе и с таким своеобразным дугообразным фронтоном, где вместо классических скульптур помещалась бы реклама кинофильмов. Но несмотря на то, что сквозь вот этот стеклянный фасад просматривался и марш широких лестниц, и наклонный потолок фойе, сам публик кинотеатра, я думаю, это очень хорошо видно, был довольно-таки классический такой аллюзий на большой театр, потому что перед ним располагалась еще большая, достаточно масштабная площадь. Но потом проект изменили, и вот как он был построен. В осуществленном проекте наклонная плоскость балкона зрительного зала продолжили наружу, а по периметру здания создали открытую галерею, которая с помощью моста эстакады связывалась, связывается, связывается, кинотеатр, находящийся на уровне второго этажа, с пространством площади. Ну и вот как раз здесь опять возникает вот этот образ летящей кровли, вынесенной над стеклянным фасадом, и это образ, который прочно закрепился в архитектуре общественных зданий, и, конечно же, в архитектуре кинотеатров, которые потом строились по типу вот этого кинотеатра России. Например, кинотеатр Первомайский, построенный уже в конце 60-х, в принципе, здесь видно вот этот облик России, и, к сожалению, этот кинотеатр, как и многие другие, сейчас очень сильно изменился в облик, и ничего же не осталось от этого раннего модернизма. Ну и еще кинотеатр, один кинотеатр-электрон, построенный в Зеленограде, является частью ансамбля площади юности, первого общественного центра Зеленограда. Этот кинотеатр представляет собой два пересекающих объема зрительного зала и фойе, и их кровли наклонены друг к другу, что создает вот этот как раз динамизм композиции. Фасад, опять же, традиционно стеклен и накрыт козырьком кровли. Таким образом, здесь также обыгрываются вот эти приемы, найденные в конце 50-х, в кинотеатре Павлова и в кинотеатре Россия. И здесь интересная история. Это единственное общественное здание Зеленограда, которое проектировалось еще... Зеленоград строил две команды архитекторов, и вот это здание, которое проектировала первая команда, и когда получали разрешение на строительство, там вход, он немножко смещен от центра, то есть он не симметричен, не по оси симметрии располагается, и комиссию это не слишком порадовало, и тогда архитектор сказал, что а у вас же на пиджаке карман тоже не симметричен пришит, и вот ему разрешили сместить вход от оси центральной и построить в принципе кинотеатр. Ну и другой кинотеатр, кинотеатр Аврора находится в Краснодаре, и он имел важное для города значение, построен он был их 50-летию советской власти, и располагался в конце главной магистрали города, улицы Красной, ну и собственно играл роль памятника, замыкающего перспективу вот этой длинной улицы. И архитектура кинотеатра сообразно сообразно вот этому монументному образу. Опять же, главный акцент это вынесенная вперед кроля, которая опирается на вертикальной стойке вот этого витража фойе. Но здесь, конечно, очень сильный контраст между глухими стенами зала и тяжелого козыряка консоли с прозрачным объемом фойе. И в принципе тоже достаточно яркий памятник архитектуры модернизма, достаточно характерный для архитектуры модернизма. Ну и вообще говорили мы сейчас в основном о типовых проектах, о таких достаточно рядовых в плане застройки города. Но самой знаковой постройкой эпохи оттепеля, одним из символов вообще архитектуры советского модернизма стал дворец пионеров на Воробьевых тогда Ленинских горах. В 1958 году по инициативе главного архитектора Москвы был организован закрытый конкурс на проект дворца пионеров, в котором приняли участие три молодежных бригады моспроекта и группа архитектора Михаила Хожи Океана. Запланированный на обширном незастроенном участке Воробьевых гор этот дворец должен был стать преемником городского дома пионеров и октябриат, который много лет располагался в старом особняке в центре Москвы. Ну вот этот новый комплекс виделся такой некой образцовой моделью современного многопрофильного учреждения дополнительного образования детей. Но результаты конкурса не удовлетворили заказчикам ВЛКСМ и была сформирована отдельная молодежная бригада и вот за основу был принят проект группы Егерева, Кубасова, Новикова и Покровского. Ну и потом в их команду были другие архитекторы из других бригад. Комплекс дворца запроектирован в парке, где свободно располагаются невысокие строения. То есть здесь архитекторы, они хотели отойти от такого классического понимания дворца, то есть избавиться вот от этой четкой симметрии, когда вход находится прямо напротив парка, прямо напротив фасада, само здание не выражает оно единое по объему и различные функции все вот в этом едином объеме и классический центральный фасад, широкие крылья, двор, то есть они хотели уйти вот от этого понимания дворца. И вот они расположили свое главное здание асимметрично входу и вот это эскиз генплана поэтому может быть не так сильно хорошо понятно вот вход здесь и вот само вот это здание то есть вход он достаточно асимметрично корпус дворца и сам дворец состоит из вытянутого вдоль главной площади центральной площади главного корпуса состоящего из инфилады парадных выставочных и игровых залов этот корпус замыкается планетарием и вот главный корпус вход здесь три корпуса для кружковых занятий с этой стороны планетарий и клуб занимателей науки а с этой стороны концертный зал и все это все эти корпуса связаны в единый объем то есть здесь каждая функция функция вынесена в свой объем но все они соединены в единое здание и в корпусе занимательной науки на первом этаже находится кафе из него открывается перспектива в сторону стадиона и озера и отсюда вот такое решение интерьера чтобы избежать наружных опор по контру криволинейного в плане помещения архитектор здесь проектирует привернутую монолитную оболочку опирающуюся на один столб ну и конечно же сплошное остекление чтобы открывался вот этот вид на на ландшафт на природу нужно отметить что здесь до дворца пионеров здесь ранее находился заказник академии науки и росли какие-то ценные породы деревьев когда началось строительство дворца эти деревья они сохранялись и к ним было очень бережное отношение то есть даже огораживали заборчиком чтобы не дай бог не пострадало поэтому когда дворец был построен там уже росли взрослые деревья что конечно же смотрелось я думаю достаточно выигрышно то есть здесь связь архитектуры и ландшафта которую так любят говорить архитекторы она здесь достаточно сильная и не только с помощью вот этого сплошного стекления но и с помощью самого бережного отношения архитектуры к ландшафту ну и со стороны парка главного здания пристроены три корпуса кружковой работы там располагались секторы драматического искусства кукольные театры театры теней потом был концертный зал различные мастерские и прочее и вот это обращенные в парк объемы они образуют такие изолированные дворики своими небольшими масштабами контрастирующие с обширным пространством центральной площади и создающие ощущение интимности и уюта ну вот это современная фотография и здесь в принципе может показаться что это такое современное состояние но на самом деле как я уже сказала деревья эти росли и тогда и в принципе тогда в 60-м году в 61-м дворик этот выглядел я думаю ну примерно так же и в композицию вообще дворца пионеров вводились расположены на разных уровнях террасы спуски открытые лестницы подпорные стенки то есть ландшафт он не был таким однородным и вот вся вот эта композиция она ломала представление дворцовости и отражала функциональное назначение сооружения и вот этот центральный блок который смещался с красной линией магистрали вместе с корпусом концертного зала который находится справа от него образовывал площадь пионерских парадов оформленную зеленым газоном с регулярной сеткой пешеходных дорожек и там создается очень интересный рисунок вот такой шахматной площадки на этой площади установлены мачты флагшток и площадки пионерского костра важную роль в образе дворца играет монументально декоративное искусство то есть к работе были приглашены художники скульпторы которые наравне с архитекторами создавали образ вот этого дворца пионеров самое большое панно 30 на 18 метров располагается на стене концертного зала называется оно пионерская геральдика представляет собой пионерский костер там изображен пионерский костер звезда горн и вот такая черная вертикальная сетка это некий символ роста стена была облицована белым натуральным камнем по шаблонам выкладывались контуры рисунка и в эти контуры укладывали глазурованные керамические плиты двух цветов красные и черные также украшены панно кружковые корпусы там был триптих стихии то есть каждого корпуса свое панно это вода земля и небо и все вот они посвящены этой одной теме покорению человеком природы фон на них выкладывался из цветного кирпича одновременно с процессом кладки стены затем на фон вносились контуры изображения и само изображение окрашивалось уже силиконовыми красками то есть каждое вот эти внешнее панно они выкладывались по-разному и вот здесь как раз пионеры стоят на фоне на фоне панно авиации и вот это же панно авиация в таком эскизном варианте как оно должно было выглядеть по замыслу художников но и центральное место занимает панно юной ленинцы оно находится перед входом в дворец и действительно такое яркое пятно так как это центральное место то и композиции здесь сложнее интереснее материалы используются тоже другие выполнены из смальты и керамики вот в центре сидят дети у пионерского костра это символ дружбы детей всего союза слева от них уже выросшие пионеры то есть уже пионеры и справа немножко не влезло не видно это взрослые которые воспитывают вот этих пионеров ну и над входом концертный зал располагался располагается скульптурная композиция музыка то есть это уже не не мозаика не панно это скульптурный рельеф и она вот таким своим спокойным цветом контрастирует с ярким пятном вот этого портика но и дворец пионеров конечно уникальная история для архитектуры модернизма и подобной подобных сооружений в эпоху оттепели было достаточно мало ну то есть я думаю даже в России именно в России не было подобных и здесь как раз архитекторы воплотили все вот эти современные представления об архитектуре модернизма это простые объемы сплошное остекление сложные переходы перепады высот вот эти изогнутые лестницы внутри располагался зимний сад над которым который освещался тремя куполами современных конструкций то есть это архитектура которой раньше в Советском Союзе не было и когда дворец пионеров только открылся открылся он 1 июня 61 года посетил открытие посетил Хрущев и изначально как пишет архитектор Алекс Новиков Хрущев был очень-очень мрачным ну как потом узнали ну как мы сейчас знаем был мрачным потому что именно в этот день произошло восстание в Новочеркасске расстрелы рабочих и Хрущев об этом знал и на это была его причина такой мрачности но постепенно он с процессом осмотра дворца он все светлее веселел и в принципе в конце сказал что красота понятия субъективна но вот эта архитектура мне нравится это красиво и также во дворец пионеров приглашались многие зарубежные архитекторы например архитектор Алвара Алте знаменитый финский архитектор своей женой и экскурсию проводил один из архитекторов дворца и как он пишет не он не говорил по-фински и не Алта по-русски поэтому не смог понять что же все-таки как относится Алта к дворцу и был еще писатель Жан-Поле Сарп с женой господи опять забыла ее имя Симона Дубуара и вот они после осмотра дворца ужинали в недавно построенном ресторане гостиницы юности о котором будем говорить позднее и Сарп сказал что удивительно что такое построили в Советском Союзе потому что раньше такого не было я условно передаю его слова но смысл был такой то есть архитектура это была уникальной не только своей архитектурой простите за тавтологию но и тем что это был целый дворец для детей и все там делалось для детей то есть конечно все эти мозаики которых внутри было достаточно и само восприятие потому что в первоначальном проекте корпус он был выше то есть он первый вариант он был спроектирован с учетом того что на дворец смотрит взрослый человек скажем так в последующих вариантах дворец снижался и словно поджимался чтобы как раз он воспринимался с точки зрения ребенка то есть там именно ребенок был этим определяющим звездом и конечно же все там делалось с любовью с любовью к детям и это в том числе делает его таким уникальным и знаковым памятником эпохи оттепеля ну и другой знаковый объект оттепеля тоже дворец но уже совершенно другой так простите немножко задел так дворец съездов сейчас называется государственный кремлевский дворец если не ошибаюсь дворец съездов он был построен как главное здание советского союза место дворца советов проектирование которое велось в то же время на юго-западе в Москве вообще в 50-х годах рассматривалась идея перемещения центра Москвы на юго-запад и дворец советов ну то есть я думаю наверное многие знают что это достаточно давняя история советского государства с дворцом советов его хотели и пытались построить в 30-е годы там уже был выбран проект группы Яфана наверное видели изображение этого высокого монументального дворца со статуей Ленина на вершине снесли храм Христа Спасителя вырыли котлован но потом пришла война и в принципе стало не до дворца а потом уже в этом котловане построили бассейн Москва и для дворца советов выбрали другое место юго-запад и он должен был располагаться я думаю где-то на том же месте где сейчас находится библиотека МГУ вот и был проведен конкурс была выбрана рабочая группа сформирована которая занималась проектированием не только дворца советов но и вообще всего юго-западного района то есть различные дома культуры клуба и так далее и как-то Хручев достаточно быстро охладел к этой истории за главным зданием на юго-западе и достаточно неожиданно для архитектора дворца советов был спроектирован и построен дворец хердов в Кремле и в принципе надобность уже в дворце советов она отпала и никто уже не хотел переносить центр из Кремля и проектирование на юго-западе постепенно сошло на нет ну и вот появился у нас такой дворец хердов для возведения дворца светов выделили территорию на западе Кремля эту территорию занимали классифицистические постройки 19 века они были все смесены и среди наиболее значительных смесенных построек это старое здание оружейной палаты построенное в начале 19 века или потом оно стало зданием казарм первоначальный план дворца съедов не требовалось в основе исторических зданий и предусматривал вписание главного зала в архитектуру бывшего конного двора большого кремлевского дворца ну и вот здесь как раз один из этих проектов то есть вот снесено здание старой оружейной палаты и вот этот дворец съездов обратите внимание здесь на крыше такие террасы что достаточно мне кажется не характерно для советского вот этого модернизма ну и сейчас дворец съездов главным фасадом смотрит сюда ну вот и объем идет вот так то есть это здание хотели сохранить а вот еще один проект с созданием казармы вот оно то есть изначально планировалось сохранить застройку но от этих планов отказались вот но потому что эти как писали в прессе эти постройки не несли исторической архитектурной ценности и вообще планировалось там создать такой модернистский ансамбль вот ну вообще отношение к историческим к исторической застройке в середине 50-х в конце 50-х начале 60-х годов было достаточно пренебрежительно и для строительства например нового Арбата тоже было снесено много таких незначительных зданий для строительства гостиницы России тоже было снесено целый район так что я думаю о ценности такой Кремля еще тогда не сложилось вот поэтому это все снесли и в принципе вот здесь как раз то здание вот казан это я к сожалению не знаю какая функция но дворец езды в принципе стоит сейчас вот так его боковой фасад и здесь находится главный фасад строительство дворца продолжалось всего 16 месяцев и велось практически одновременно строектирование и вот как раз основной задачей для архитекторов было вписать новое сражение в исторический контекст то есть как заявляли что каждая эпоха оставила свой след в Кремле но все равно было важно чтобы контекст какой-то но гармоничный сохранялось и чтобы не превышать высоту других зданий дворец ездов был заглублен землю на 15 метров его облицевали белым мрамором того же цвета что и Кремлевские соборы благодаря склошному остеклению вот этих проемов между пилонами создавалась вот эта связь интерьеров дворца с внешней территорией Кремля но и здесь вот мне кажется я думаю такого эффекта добивались архитекторы здесь видно как отражается застройка Кремля в фасаде дворца и этот дворец он предназначался для съездов совещаний всяких международных конгрессов и форумов но также свободно от этого время он являлся такой универсальный универсальным театральным зданием то есть там проходили различные концерты фестивали и это тоже в принципе было достаточно такой характерный признак эпохи оттепили то есть не только открыли Кремль который ранее был закрыт но и вообще в главном здании страны позволяет находиться простым людям мне кажется это достаточно яркий признак и ограниченные размеры участка они предопределили вот такой компактный композиционный композиционный прием и вот если снаружи фасад он в принципе не представляет собой какой-то какой-то пластической сложности то внутри его интерьеры получили многоплановое развитие по вертикали открытое построение и вот все где это было возможно одно пространство сливается с другим перетекает друг в друга и это на мой взгляд один из признаков в том числе архитектуры авангарда ну вот здесь представлены примеры интерьеров то есть какими они могли быть я вообще не догадалась ставить фотографию как выглядит интерьер сейчас но сейчас мне кажется выглядеть не так интересно внутри работы художника Александра Демеки мозаичные рельефы вот и в принципе да интерьеры очень многоплановые и однако вот цельность этого композиционного приема и вот та ну скажем так относительная незаметность которую архитекторы хотели придать дворцу она нарушается из-за венчающего здания банкетного зала который не знаю по легенде по пайке был добавлен чуть ли не в самый последний момент конечно это не совсем так потому что на проектных на проектных чертежах виден этот объем здания различных вариантов фасадов вот но все-таки вот этот банкетный зал он немножко и нарушил эту небольшую высотность вот но и конечно дворец ездов и тогда и сейчас многие я думаю заслуженно считают таким не знаю уродом на теле кремля потому что он совершенно как архитектор не пытались он все равно выдается выдает какой-то своей инопланетностью несмотря на просто максимальную нейтральность которую архитекторы пытались придать этой архитектуре действительно это здание оно очень нейтрально очень такое опять же относительно ненаметное и в этом один из один из признаков архитектуры не советского модернизма а мне кажется если так будет уместно сказать русского модернизма потому что чем ближе к центру тем нейтральнее и суше вот эта архитектура и вот здесь уже ну просто центрей некуда и поэтому дворец ездов такой немножко обезличенный но вот архитекторы сделали все что могли они получили за этот дворец ленинскую премию и существует свидетельство что на банкете по случаю завершения строительства главный архитектор Михаил Пасохин назвал Никиту Крущева главным изотчем дворца а само здание детищем оттепеля ну и конечно я думаю действительно можно назвать детищем оттепеля потому что не только архитектура но и вообще сам факт того что он находится в Кремле и то что Кремль был открыт для посещения это тоже характерный признак эпохи оттепеля ну и вначале я говорила о фестивале студентов и молодежи который прошел в 57 году и после этого фестиваля было принято решением о создании туристического центра на юго-западе опять же на юго-западе Москвы и вот гостиница юность строительство которая завершилась в первом году должна была стать часть вот этого туристического кластера и одной из новых социально-культурных доминантов простой здание очень простое по своему объему с выступающим вестибюлем оно покоится на стилобате в этом стилобате расположена общественная зона с рестораном гостиной и административным помещением также характерные детали эпохи модернизма то есть когда здание покоится на таком протяженном стилобате гостиница это поражало своей совершенно простой какой-то искренней архитектурой которая сейчас кажется достаточно скучноватой ну в том числе из-за того что гостиницу облицевали какими-то жуткими керамическими плитами но тогда вот этот ее спокойный цвет вот это ленточные окна простота все это конечно поражало но интерьер там был гораздо опять же интереснее фасада например там была мозаика или роспись освоение космоса Бориса Тальберга к сожалению не удалось снять из современных фотографий вот то есть была совершенно какая-то простота и искренность характерная для архитектуры оттепели и сама гостиница то есть если раньше гостиница Москва там есть номера как самые дешевые какие-то коморки так и большие люксы то тут все номера были одинаковые площади ну только некоторые были двухместные а некоторые трехместные то есть вот эта простая какая-то немножко наивная архитектура она стала таким откровением для Советского Союза и в этом одна из ее ценностей ну и еще один объект это музей космонавтики имени Циолокорского находящийся в Галуге построен в 61-м году музей вообще музей достаточно такое нетипичный тип здания для советской архитектуры то есть ранее для музеев не строились отдельные опять же какие-то здания а здесь это вновь как и дворец пионеров уникальная история то есть это абсолютно нетиповой проект был проведен конкурс в котором приняло участие более 200 проектов 224 что ли и построен был по проекту архитектора группы Бархина то есть это уникальное здание то есть это абсолютно нетиповая архитектура и как пишут исследователи архитектуры вся прелесть этого музея в монументальности и дерзкой динамичности то есть здесь здание в форме такого прямоугольника то есть это спокойная прямоугольная форма и в нее врывается резко вот этот параболический объем планетария отодвинутый от центральной оси здания и в облицовке фасада применяются алюминиевые панели которые подчеркивают эту космическую сущность космическую сущность музея и вообще тема космоса это наверное самый такой популярный источник вдохновения не только для архитектуры но и вообще для всех видов искусства потому что как известно в 1957 году Советский Союз первым запустил спутник а в 1961 впервые полетел человек в космос и для советского человека вот эта тема космоса стала такой важной составляющей важной составляющей жизни важной составляющей искусства и конечно же это очень сильно отразилось на архитектуре но вот на прошлой лекции я показывала очень много проектов для настоящей московской выставки всемирной выставки 67-го года и там видно вот это влияние космоса и еще хочу показать это работы Вячеслава Локтева также 60-е годы и здесь опять же влияние темы космоса и темы вот этих типового жилья называются эти работы межпланетные вердолеты то есть такое проживание вот этих двух важных тем 60-х годов но еще это как раз проект павильон освоения космоса планеты спроектированная архитектором поляком для московской всемирной выставки в 67-м году и обратите внимание это вот тот самый поляков которого лишили сталинской премии за гостиницу Ленинградская которого просто обругали как можно и как нельзя совершенно незаслуженно его обругали и это его подкосило его здоровье он очень долго болел и потом он вот как я зачитывала очень унизительно на мой взгляд оправдывался извинялся и говорил что он сделает все чтобы создать ту архитектуру которая будет удовлетворять вообще требованиям запросам времени и эпохи и вот он здесь предложил совершенно футуристичный проект вот этого шара внутри которого должен был располагаться концертный кинозал экспозиционный зал и этот шар каким-то образом не знаю каким-то чудом висит на вот такой орбите опоре то есть этот проект конечно как и многие другие проекты этой выставки был очень футуристичным но вот здесь вот тема космоса это просто определяющий еще очень важный момент опять же проект для той же выставки того же архитектора Леонида Полякова отраслевой павильон который называется архитектура и строительство как я говорил в начале архитектура после 54-го года была унижена до скажем так унижена до поднижения подчинения строительству и была образована академия строительства архитектуры то есть строительство на первом месте а потом уже архитектура были журналы строительства и архитектуры Москвы, то есть строители впереди, а вот Поляков делает павильон, который он называет архитектурой строительства. И мне кажется, он сделал это, я думаю, он сделал это намеренно, всё-таки архитектура, она впереди всего. Ну и вот я в такой достаточно краткой манере рассказала немного об архитектуре Оттепель вообще, о том, что же это за архитектура. То есть это, с одной стороны, такая типовая, достаточно безликая архитектура, с другой стороны, это какие-то индивидуальные проекты, которых, конечно же, было мало. И вот этот первый этап архитектуры модернизма, такой этап, конечно, этап полный, с одной стороны, и непонимание, как же строить дальше, как проектировать дальше, но, с другой стороны, это этап надежды надежды на какое-то светлое коммунистическое будущее. Но, к сожалению, не всё получилось так, как мечтали об этом архитекторы в 60-х годах. И, конечно, типовое проектирование, типовая застройка, она во многом, скажем так, подмочила репутацию модернизма. Но сейчас проявляется вот этот интерес, который, я надеюсь, поможет вообще осознать ценность этой архитектуры и ценность вот этих, зачастую действительно уже сейчас, каких-то ужасных, вот ужасной эксплуатации зданий. Ну, я думаю, на этом лекцию можно закончить. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, не давайте. Аплодисменты! Продолжение следует...